прежде всего сегодня разбираем ошибки канала srt в их ролике про сравнение автоматической коробки передачи механики на джете ролик 44 минуты бесполезной нудной информации все кратко расскажу чтобы вы знали правду ссылку мне на тролль посылал один из их фанатов который написал ха-ха-ха автомат победил ну давайте сначала разберемся они показывают две машины в две джеты на последнем комплектации на автомате на механике еще они предыдущую 18 пускать но нам не интересно машины американский под у них моторы dj x и это 14 американский турбомотор но ватер по тоней чтобы не побольше было времени в ролике рассказать такую ерунду я выписываю с такие выпьющие слова езда на низких оборотах при на двигателю во первых ребята у вас турбомотор турбомотор имеет я советский момент диапазоне полторы тысячи 250 ньютонов момент какие-то мотор и такой момент что этот момент идет самых низов и езда на низких оборотах при переключении до 2000 оборотов не может быть вредна для этого мотора потому что он испытывает максимальный момент никаких нагрузок но до мотор нужно крутить время от времени с этим я согласен брат я и говорил но езда на низкого роста на турбомоторе не вредна ему и за низкого спина только атмосферному мотору потому что с мотор не набирает максимально свою мощность и всем идет на тяг смеси образования там все нормально пусть они не врут а не за на низк оборотах не вредна не в машине 5 лет езди так по городу включая до 2000 под тем более если у вас dsg она включается тоже приду их 1000 оборотах и автомат делать то же самое по их заверению автомат перекрыть даже еще раньше дальше мотор и царя гороха они рассказывают там про мотор 14 сайт которые были увага проблемные когда у них был гид турбокомпрессор и механический нагнетатель но это ребята это это был двухтысячные года вак от нагнетателя отказался давно а нас очень интересует мотору только с начала 2013 года конкретно с мотору c чп уже все нормально цс да еще лучше и вообще без проблем мотор и никаких там нагнетателей не существует нам не дать из чего-то по американский мотор может это их стиль это механический электричный нагнетатель увага турбины японские турбины которые дуются самых низких оборотов уже 1500 уже могут идти на максимальный момент но в реальности это 1650 по замеру на 1 на стенде бороться бояться нечего далее они говорят турбомотор есть turbo яма но это время они едут на этих машинах три машины это спокойно меняется водительный типу не все было правильно на этом пусть расскажу так turbo яма у них типа ну как может быть я будет turbo яма если у тебя момент 1500 у тебя холостые обороты 800 зимой 1000 1100 какие тут turbo ямут у меня может быть только если у тебя турбина дует 3500 3 тысяч оборотов как ты нажимаешь газ машина начинает набирать обороты до 3000 атмосферник потом трубина турбина включается и идет мощность я будет turbo яма а когда у тебя турбина дует 1500 тебя нету турбомо никакой да она дует только до 3500 но это тоже не может быть турбомо потому что это потом компенсируется оборотами повышается обороты дачу тут уже вход лошади короче опять их личным баронизм далее расход на механике у них 5 и 7 на трассе машина 3600 км проехал кто будет говорить что она не обкатанная полная ерунда пушись и по данным с ваших любимых руководство эксплуатации 2000 километров и машина обкатана у меня трасса я чистую трассу не замерял на моей машине у меня 14 теоса и цс даст учат сил шкода октаве осень кто не вкусно так кто новенький у меня в смешанном цикле это мы ездили с моего города вальметьевск это стопчатно метиска по метиску мы проехали 80 километров и 150 обратно у меня смешанный был 50 это полная машина вся семья машине пол полный багажник различного барахла как у них 5 и 7 не знаю далее мкпп у них не доставляет эмоций а а кпп прям доставляет пишка такая у них кпп 6 сейчас на шкоде будет а кпп 8 фиш такая что вы эти 86 передач не для того чтобы она была скоростная для того чтобы она хоть как-то могла экономить топлива больше переключение передач она будет более плановым что она будет постоянно идти пытаться идти в максимальном моменте но моменту большой целых считать сок случается две тысячи оборотов тут хоть как переключайся короче если правильно умеешь пользоваться мкпп то это будет наоборот очень много эмоций может крутить до конца включили до пяти с полной . круто ну далее в этом ролике очень много воды столько ненужной информации одно и то же мусовать по сто раз лана прохожу дальше я касался в этот времени все едут едут там найти машинах медленно и так как я понимаю на круизе и города просто проезжать как я понял по по северной дороге как папа объездной и дальше это 200 метров не хочу проверить расход большие проблемы у тебя сая какие большие проблемы начиная с 2013 года вот с и чипа еще были маленькие проблемки когда он кушал масса но мотор и csd и джеки и это cс да это а семь шкода джеки так корок потом все эти раки дский мотор послал сказать сил там все начать 2020 года все более менее с 15 вообще просто все замечательные какие проблем не существует все это полнейшая ерунда потом они заканчивают свой путь и приезжает на заправку, где они опять в начале ролика они заправили свои баки по горловину по самой горловине бензин прям видно в горловине эти товарищи должны знать что такое абсорбер, по крайней мере и что перелив бензобака по горловину является четким путем к замене абсорбера нарушение вентиляции бака и замена абсорбера нельзя переливать так бак Volkswagen специально сделал защиту от дурака в баках большую емкость а на приборке по данным стрелочного уровня топлива в баке плюс-минус 5 литров все специально сделано, чтобы вы не переливали абсорбер и в итоге получаются такие расходы, что на МКПП у них получилось 7,1 литра на 100 кентров пути а автомат 6,9 литра и все такие ура, 0,2 литра 0,2 литра но это, ребята, ни о чем во-первых, там так момент они рассказывают, что они на механике будут переключаться по указаниям на максимуме на приборной панели а это указания переключения на 2000 оборотов так как это те, кто знает это методика экономной езды но по их же заверению АКПП переключается еще раньше получают примерно тысячу там 700 оборотов или еще раньше и тут у них как бы по их же заверению должны были подойти к турбояме получается АКПП на турбояме нету и такой момент что 0,2 литра при езде когда АКПП стандартно работает в одном режиме через час и переключая в спокойной езде на круизе а вот механику там уже эти баллончики переключали как могли как у них хватало на этом мозгов поэтому считать выигрыш в 0,2 литра это ерунда меня бы туда посадили я бы вам показал стоячие расходы на МКП а мои расходы я вам сейчас покажу у меня в смешанном цикле было 6,3 литра это с условием обгонов скоростей 200 плюс это субтитры с условием города субтитры как они умудлись получить 7,1 литра я не понимаю у меня в городе бывает расход 6,8 есть еще у меня ролик где я просто не нарушаю ездию 60 км в час по городу с семьей там пробег 70 км насколько я помню и у меня расход 6,6 литра по городу 6,6 литра со светофорами ладно подписывайтесь на канал ставьте лайки смотрите правильный канал а механика она была и будет экономичнее надежнее и лучше а КПП чтобы вы там не говорили потому что из данной турбомоторе когда вот вы начнете наваливать на своем автомате вы то узнаете как у вас горят фрикционы пакеты как у вас засоряется масло забивается продуктами износа все ваши фильтра масло входит из строя подпаривается перегревается и вы попадаете на расходники сколько стоит литр масла для КПП знаете там заниматься там этот АТФ сколько там литров 7-8 сколько это стоит замена ремонт попадать на десятки тысяч рублей а грохнуть АТФ надо еще реально постараться и ступени сейчас уже есть даже АКПП 10 уже есть они все стараются приблизиться к роботам и к механике при правильной эксплуатации умелого вождения АКПП будет все равно проигрывать НКПП с нормальным водителем а автоматы ну это обижайтесь не бежайтесь это для баб для тех кто не умеет ездить и для пробок подписывайтесь на канал ставьте лайки до свидания